Микс Ньюс. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Прошел месяц с небольшим после введения чрезвычайной ситуации. Как мы знаем, чрезвычайную ситуацию в стране нашей продлили до 12 мая. Обещает, возможно, через пару недель какие-то послабления в этих карантинных мерах. Но, кстати, нельзя исключить, что после 12 мая еще на какой-то период продлять чрезвычайную ситуацию. Но, в любом случае, по мнению экспертов, даже если ситуация с коронавирусом улучшится, в экономике, наверное, быстрого улучшения ждать не приходится. Собственно говоря, мы сейчас обо всем, об этом поговорим с нашим экспертом, с которым мы связываемся по скайпу, как сейчас в последние недели мы и делаем в свете эпидемии и необходимости социального дистанцирования. Евгения Зайцева у нас на прямой связи. Добрый день, Евгения. Добрый день. Да, ну вот правительство заседает по два раза в неделю, принимает те или иные решения, связанные с поддержкой юридических и физических лиц. Может быть так, для затравки. Вот ваша оценка со стороны действий правительства, что правильно, что неправильно. Многие считают, что как-то шажки делаются как-то в очень замедленном темпе. Вот как вы считаете? Ну, к сожалению, у нас, у правительства всегда всё делается, как говорится, хвост собаки режут по кусочкам. По кусочкам, да. Это печально. С одной стороны, правительство сделало правильный шаг, 12 марта приняв решение о введении чрезвычайной ситуации карантина. Но, к сожалению, дальше началось замедление. И замедление, оно связано с тем, что сказав «а», то есть объявив чрезвычайное положение, правительство не поняло, что должна измениться система управления. И у нас страной по-прежнему правят чиновники. Я ничего не хочу сказать против чиновников, но человек, который работает чиновником, у него очень специфичное мышление. Это человек, который перфектно выполняет инструкции, соблюдает инструкции, соблюдает правила. Но этот человек никогда не может и не способен проявить инициативу. То есть он не может высказывать никаких идей, которые могут решать проблему. Его задача – реализовать, обработать, представить предложение, которое выдвинул человек с идеей, для того чтобы вложить это в рамки нормативных актов. И вот то, что мы сегодня имеем, это фактически есть правление чиновников, каждый из которых руководствует каким-то своим видением. А вот со стороны правительства, по сути, в первую очередь со стороны премьер-министра, к сожалению, нету никаких мер, что нужно делать. Вот это самое печальное. И всё, что делается, это как бы бежится, идётся в бег с препятствиями и за ситуацией. Да, может быть, если так вот чуть-чуть попытаться препарировать всё, что было сделано правительством с точки зрения помощи компаниям и физическим лицам, но мы уже обратили внимание на данные службы госдоходов, об этом сейчас много дискутируют, что среднее пособие, вот это дикставость, по простою, которое получили работники, те, которые вообще квалифицировались на это пособие, это где-то 280 евро, было в общей сложности, я так понимаю, зарезервировано на эти все цели 100 миллионов, но сейчас, я так понимаю, потрачено 3 миллиона. Как вы это оцениваете? Потому что в целом ряде стран вообще говорят об универсальном пособии всем по существу. Ну вот это именно проявление того, о чём я сказала. Чиновники бегут за событиями, они их не предвидят. В той же Германии, например, всё-таки власти находятся в политике, а политика от чиновника отличается тем, что он умеет стратегически мыслить или хотя бы тактически на более короткий период. У нас, к сожалению, власти не в политике, а люди чиновничьего типа. И именно поэтому вместо того, чтобы оказать и понимать, что необходимо оказывать помощь всему населению Латвии, и что самые пострадавшие – это те, кто не в состоянии платить те налоги, которые требует государство, что эти люди выживают. И здесь мы наступаем опять-таки на грабли самообмана правительства о том, что у нас очень высокая средняя зарплата. Да, оказалось, совсем нет. И вот размер пособия, которого не 280, а вот я тут немножко пересчитала, для работников предприятий он только 259 евро. Если исключить те, кто получил максимальное пособие 700 евро, то среднее пособие 240 евро, то есть не 280. А выплата физическим лицам, так называемым самозанятым лицам, чуть меньше 231 с хвостиком. И как жить на эти деньги? Это такой, может быть, риторический вопрос в какой-то степени. Абик, это неплохие деньги, это чистая зарплата, это без налогов, с этого не надо платить налоги. Это деньги, которые позволяют выжить. И самое плохое, то, о чём я стучусь, бьюсь и так далее. Те, кто помнит 13 марта, когда мы с тобой здесь встречали. Меня слышно? Вот сейчас слышно, до этого вы как-то пропадали. Пропадали. То, о чём я говорю, это речь о карантине, который продлится минимум до середины июня. Более того, как бы ни рассказывали сказки, и вот сегодня госпожа Винкера рассказывала, что математическая модель эпидемиологов говорит о том, что через две недели будет спад эпидемии. Мы пройдём пик. Это не совсем правильно, потому что вчера и ещё в течение нескольких недель собираются привозить новых... Репатриантов. Латвия-Спеда-Ригас, да, то есть репатриантов, кто принадлежит. Исходя из этого, я вот говорила, что конец снятия карантина, возможно, не раньше, чем через три недели, а может быть и через четыре недели после прибытия последнего репатрианта. Да, то есть эпидеологам придётся изменить свои модели с учётом вновь прибывших. Это понятно. Вот я сейчас всё-таки такой вопрос вам задам. Я знаю, что к вам обращается за консультацией очень много компаний, и как экономисту, и как бухгалтеру с большим опытом работы. Вот если к вам сегодня обращается компания, которая говорит о том, что... Ну, я сейчас не беру, может быть, о гостиницах или о ресторанах, которые вообще прекратили свою работу, но та компания, которая ещё пока какое-то движение есть, есть какой-то оборот, и они говорят, а что нам вообще сейчас делать, что вы посоветуете, не знаю, с точки зрения экономики? Закрыться, переждать этот период или действительно отправить всех работников на какой-то неоплачиваемый отпуск, просить пособие, брать какой-то кредит? Что вообще вы рекомендуете в этой ситуации и на что вы смотрите? Ну, всё зависит, в первую очередь, от сферы деятельности компании. Да. Потому что есть сферы, которые умерли. Правильно, это гостиница. Да, ну, это понятно. Это очень большой общепит. Это туристические компании, это пассажирские перевозки международные. Да. Этим компаниям, можно сказать, только одно. Ребята, чем быстрее вы закроетесь, тем быстрее ваши люди встанут на биржу и получат деньги, получат пособие по безработице. Да. Вот. Те компании, которые имеют сокращение оборота, связанные с рекламой, ещё с чем-то и так далее, вот такие, им я рекомендую сначала попробовать получить это пособие по простой, то есть пособие по дикставе. Да. Готовясь к встрече сегодня, я специально проверила, и есть приятная весть, что сегодня уже можно подать запрос на пособие на апрель месяц. На прошлой неделе можно было подавать запрос только на март месяц. Угу. Да, и вот я направляю, пойдите попробуйте получить пособие. Если людям пособие дадут, тогда их можно не увольнять. Да, то есть есть возможность какая-то переждать. Ну, а есть те, у кого бизнес, в принципе, идёт нормально, они продолжают работать. Угу. То есть проблема-то очень простая. Правительство пока ещё не понимает, хотя они сделали многие хорошие вещи, успокоили народ и сказали, что у них есть деньги, и начали с одного миллиарда, сейчас догнали вроде четыре миллиарда. Уже о четырёх говорят, да. Да. Но при этом как бы народ успокоили, но при этом запустили желание очень многих отрезать от этого кусочка, от этого пирога себе кусочек. На халяву. Да. И главное для нашего правительства, что они работают, принимая решения, и чиновники, которые готовят эти решения, они работают по информации на уровне ниже, чем XIX века. По-моему, я такое чувствую, что они работают по методам XVIII века, XVII века. Ужас. Даже так. То есть гадают на кофейной гуще. Сегодня, в XXI веке, они не имеют абсолютно никакой точной информации. Сегодня в условиях проблемной ситуации нужно было бы использовать все методы XXI века. Для этого есть очень хороший инструмент. инструмент системы ЭДС, которая в распоряжении налоговой инспекции, через которую, через эту систему, можно было бы получить на 99,9 достоверную информацию о состоянии бизнеса, о плановом количестве безработных, о суммах денег, которые нужны на пособия и так далее. Только надо уметь читать эту информацию. Нет, ее нужно запросить. Потому что в готовом варианте этой информации нет. Ее можно и нужно запросить. Точно так же нет информации о том, что у нас творится с запасами стратегических вещей, ситуации с плановыми, пассивами сельского хозяйства и так далее. То есть все это необходимо сегодня запросить и получить. Чиновники этого делать не будут. Все, чем руководствуются, к сожалению, чиновники, они продолжают жить в той парадигме старой экономики, как жили до сих пор. Они предполагают, на что можно потратить деньги. Они предполагают, какие отрасли будут экспортные, способные. Мы для них чего-то типа подготовим через Алтум, через Ли и так далее. Все это сказки про белого бычка. И что происходит? Все ассоциации начинают говорить. Ой, у нас беда, у нас идут потери. Дайте нам денежки, дайте нам помощь. Ребята, давайте разберемся, кому помощь нужна больше всего. Ведь больше всего помощь нужна тем, кто имеет самые маленькие доходы. Это правда. А это не секрет. Это люди, которые зарегистрируют свою хозяйственную деятельность, потому что они не могут себя трудоустроить на тех предприятиях, которые работают в Латвии. Это две категории. Лица, которые зарегистрируют хозяйственную деятельность, часть из них платят налог для микропредприятий. И вот здесь вот я должна их обрадовать, что эти люди, которые зарегистрируют хозяйственную деятельность со статусом микропредприятия, согласно латвийскому законодательству, которое, к сожалению, не знает министр благосостояния, эти люди имеют право на пособие по безработице. Только они должны закрыть свою хозяйственную деятельность и регистрироваться по безработице и получить пособие по безработице. Но с учетом, что они не меньше 12 месяцев платили налог. Но, видимо, министра была не в курсе, судя по всему. Ну, у нас мало кто знает социальную систему Латвии о том, что там 7 видов страхования и так далее. Кто имеет право на пособие по безработице, кто не имеет права. Вторая часть лиц, зарегистрирующих хозяйственную деятельность, называют в простонародье самозанятые. Это те, кто платят налоги в обычном режиме. Так вот, таких лиц, которые зарегистрируют хозяйственную деятельность в обычном режиме, те, которые потенциально являются самозанятыми, таких на январь этого года было 129,5 тысяч. Это согласно данным налоговой инспекции. 129 тысяч. Но не все эти 129,5 тысяч являются самозанятыми. Самозанятое лицо – это тот, кто сам за себя платил налог. А вот таких, по данным налоговой инспекции, только порядка 26 тысяч. Да? И только вот эти 26 тысяч и 129,5 тысяч могут претендовать на пособие, которое пообещало правительство в виде пособия по Дейксталу, по простою для самозанятых лет. Вот я хотел такое позадать. Вернее, наш Радиосустрич через WhatsApp его задает. Вот члены правления и фирм имеют право на это пособие? Здесь разночтение. Я так понимаю, что если он сам себе работодатель и сам наемный работник, тогда имеет. Так я понимаю. Ну, здесь опять-таки ситуация меняется каждый день, каждый час. Правительство заседает, вносит исправление на исправление в ранее принятых правилах. Потому что все решения готовили чиновники, которые абсолютно не представляют, как происходит работа, что такое бизнес, что такое член правления. Член правления – это всегда работник, выполняющий оперативное управление предприятием. Они немножко перепутавшие. С членами советов, которые не управляют, не осуществляют оперативную деятельность, а которые принимают стратегические решения. Правда, за это получают очень хорошие деньги во всех государственных монополистических организациях и так далее. Член правления в бизнесе – это люди, которые осуществляют текущую деятельность, особенно для малых фирм. Это вообще, как правило, единственный работник, потому что тоже сию нельзя создать, если у тебя нет члена правления. И я не проверяла честно, но вроде бы правительство пообещало, то пособие по битработице, не по битработице, а по дейкстал, будет положено и членам правления. Так что нужно проверять. Очень много звонков у нас. Добрый день. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Ну, вот я слушаю. Давайте начнем с того, что начинаются немножко смешные ситуации. Допустим, сколько-то тысяч выплатили пособий до 20 евро, сколько-то тысяч до 200 евро. И всего лишь 500 пособий выплатили 700 евро по минимальным зарплатам. Смотри, да. Но у меня другая ситуация. Допустим, я взял трех эмигрантов на работу, слава богу, что только трех я успел взять, которым зарплата составляет минимальная тысяча четыре евро. Спустя две недели начался кранокризис. Соответственно, объект я потерял, потому что заказчик был частный. То есть он платил официально, да. Но он сказал, ребята, все, у меня бизнес стал, денег нет, тормозимся. И, естественно, что я нашел людям другую работу уже по другим деньгам. Зарплату я им плачу, потому что я не могу их не платить зарплату. Потом их нельзя будет продлить через год. Айди-карту, да. То есть правительство не думает об этом тоже, да. Ну, у них есть годовое разрешение на работу, и через год я его не смогу продлить, если я не буду выполнять те обязательства, которые я беру у правительства, допустим. Но с налогами начинаются проблемы, потому что цены упали, не на гособъектах, допустим. Да и вообще постройки очень много вернулось людей. И с налогами начинаются проблемы. Вот если бы я написал письмо по поводу налогов, мне дали не отсрочку на три года, так как обещалось, а разбили долг на один год просто. И каждый месяц, то есть я должен платить, помимо того, что у меня в следующем месяце новые налоги, по 200 евро. Ну, то есть разбили просто долг. Вот об этом тоже они не думают. Ну, именно правительство. Спасибо. Что сказать? Это абсолютно нормальная, типичная ситуация в бизнесе. Если, Абик, ты помнишь, моей программе, которую я предложила правительству, я предложила разделить бремя на всех. То есть первое – разрешить бизнесу, который не может работать, пока идет карантин, и какое-то реальное падение оборота, для того, чтобы сохранить работника, просто выплачивать такое же пособие по ДИК-сталу в размере 50% зарплаты без налогов. Таким образом, экономический расчет показывает, что работодатель тратит на один месяц, он за счет того, что выплачивается только 50% без налога, обеспечил бы зарплату, вернее, зарплату, а такое социальное пособие своим людям на 4 месяца. И еще бы денежки какие-то остались, чтобы начать восстановление бизнеса после снятия карантина. Но главное, что при этом было сказано, что это должно распространяться и на всех работников госаппарата и всех органов самоуправления. Потому что сегодня что происходит? Про бизнес что-то пытаются делать и так далее, и обещания, которые даны правительством, но прописанные в правилах во многих случаях, различаются, я уж не говорю о том, что различается еще и практика применения. И вот это наглядный пример, разбивка на год платежа за один месяц, хотя следующий месяц опять порождает сумму налогов, которые нужно платить. То в этом случае, я думаю, что данному предпринимателю я бы посоветовала просто уволить людей, потому что через год эти люди все равно будут в Латвии, и латвийское правительство обязано будет продлить им разрешение работать, потому что они Латвию не смогут покинуть. Ведь бизнес должен понимать, почему я все время говорю о сроках. Первое, что хорошо, если к концу июня мы снимем карантин, но при этом границы останутся закрытыми. Сегодня в мире уже аналитики заговорили о том, что границы в Европе начнут открываться в лучшем случае в марте 2021 года. Вот это надо понимать. То есть бизнес не может жить одним месяцем. И сегодня надо требовать, чтобы правительство все-таки сократило заработные платы хотя бы на 50%, без выплат всяких премий своим чиновникам, всему госаппарату. Это безумные расходы бюджета. Сейчас уже об этом даже Каренч заговорил, что оказывается вот этот удаленный доступ показал, что нам действительно не нужно такое количество чиновников. Но самое смешное другое. Ведь они все еще живут в Старом мире. А с 13 марта 2020 года, с 13 пятницу мир изменился. И одна из изменений будет касаться Евросоюза. Я тут слушаю, наши чиновники рассказывают с радостью, как хорошо будет Евросоюз. И европейские чиновники рассказывают, что будет новый бюджет Евросоюза на следующие 8 лет, он обеспечит подъем экономики и так далее. Ребята, не будет этого бюджета. Все уже. Да, Евросоюз уже приказал долго жить. Все, что будет сохранено, то, что экономически выгодно странам Европы. То бишь, это таможенный союз, шенгенская зона, свободное перемещение товара в первую очередь. И услуг. И свободное, в принципе, право безвизовый режим. Да. Границы будут существовать достаточно долго. А что такое бюджет Евросоюза? Откуда мы получаем деньги, так называемые еврофонды, на которые рассчитывает наше правительство и наши чиновники? Уже могут не рассчитывать, да? Конечно. Их не будет. Потому что все очень просто. Бюджет Евросоюза формируется за счет взносов странов-членов Евросоюза. Да. И из этого же бюджета потом собираются выдавать деньги. Теперь смотри, крупнейшими донорами Евросоюза является кто? Германия. Да. Франция, Италия. Да. У Германии, Франции, Италии один из главных столпов экономики это отрасли, которые промышленности, которые приказали долго жить. авиастроение, автомобилы, строение автомобилей, причем легковые автомашины. Эти отрасли сейчас, в Европе их пытаются уже сейчас, сегодня начать производство. Но это самообман. Самолеты в ближайшее время никому не будут нужны. Новые. Новые автомашины никому не будут нужны. Все, что будет нужно, возможно, будут автобусики, бусики маленькие, грузовые машины. Вот это то, на что будет еще спрос. Таким образом, три крупнейшие страны Евросоюза, они проседают. Им нужно будет решать экономические проблемы, обеспечивать своих людей работой, пособиями и так далее. В этих условиях они будут платить деньги в Евросоюз, в бюджет Евросоюза, чтобы из него кому-то еще чем-то помогать. Понятно, по-моему. Ответ ясен. Да. Это нужно понимать. Исходя из этого, господин Каренч объявил необходимость по министерствам, по сусекам поискать экономию. Сразу могу сказать. Первая главная экономия это священная корова под названием Райл Балтик. Райл Балтик состоит из двух частей. Ну, святое покушаетесь. Нам Райл Балтик навязывает священную корову перевозка пассажиров из Рижского аэропорта на магистраль Райл Балтик. С этой целью хотят разрушить центр города, потратить энтое количество десятков миллионов. И сегодня главное проектирование идет для того, чтобы построить вот эту ненужную магистраль для мистических пассажирских перевозок. Пассажирские международные перевозки. Эта отрасль умерла на ближайшие два года. Через два года она сможет начать восстанавливаться. И что получается? Ты знаешь, что самое смешное? Что в рамках вот этого коронавируса, эпидемии и так далее правительство утверждает план откупа земельных участков в центре Риги. Как тебе это? Это замечательно просто вообще. Да. Это же хороший бизнес. Вторая часть Райл Балтика это грузовые перевозки сама магистраль. Эстония перед началом кризиса вот этого коронавируса. Эстонский премьер-министр заявил, что Эстония будет отказываться от строительства, от участия в строительстве этой железной дороги. Так стоит ли нам сегодня тратить миллионы и десятки тысяч в месяц на содержание двух контор, которые изображают деятельность по проектированию Райл Балтика, пассажирские перевозки рижского аэропорта на вокзал, который собираются снести, центральный рынок собираются снести, автоосту собираются снести, на этом месте построить какой-то терминал пассажирских перевозок. И при этом уже тратятся деньги на то, чтобы откупить земельные участки частные, которые, соответственно, скорее всего, заранее кто-то скупил. Да, это интересный бизнес. Возвращаясь все-таки к этой ситуации кризисной или посткризисной, вот что вообще изменится, что будет после того, когда вроде мы из пандемии выйдем, я имею в виду с медицинской точки зрения, а вот экономические последствия еще будут ощущаться, я так понимаю, что пока у правительства этого плана видения, как дальше жить, нет. Ну, хорошо, ну, выплатят людям пособие за март, за апрель, как вы сказали, ну, может быть, еще за половину мая, даже если, ну, продлят, ну, за май. А дальше что? Нету видения ни у кого практически в мире, потому что очень трудно осознать, что старый мир закончился. То, что уже сегодня понятно, то новый мир будет построен на принципе реализации реального сектора экономики. Вот это то, что я хотел спросить, да. То есть, мир будет на реальном секторе экономики. Все сервисные службы, все шоу-бизнесы и так далее, все это все умрет, по-настоящему умрет, и даже речь о возрождении очень минимальна. Дальше что будет еще? Дальше будет единая политика протекционизма внутри каждой страны. Как бы ни хорокорились, но мы это уже увидели в Европе и это будет, надо понимать нам в Латвии, что речь идет о протекционизме. То есть, закрытие экономических границ и построение внутренней политики самоэкономического самообеспечения. Причем, одна из главных проблем для сегодня у нас в Латвии вопрос самообеспечения продуктами питания. Франция, Германия, Италия уже об этом заговорили. Только, я не знаю, наши чиновники, наверное, это не слышат. Вот. Исходя из этого, что на улице уже апрель, и сейчас после Русской Пасхи скорее всего будет тепло, наступает момент страды в сельском хозяйстве. То есть, нужно по максимуму обеспечить посевы. Для этого крестьянам нужно дать реальную помощь. Я считаю, что нужно государственным решением в рамках полномочий чрезвычайного положения обеспечить посевы и на пустующих земельных участках сельскохозяйственного назначения. Почему? Потому что нам предстоит обеспечить себя в первую очередь зерновыми и овощами, то есть, привычным для нас овощами, капустой, морковкой, картошкой и так далее, на ближайшие полтора года. То есть, речь идёт о том, что к осени мы должны начать кушать свои овощи, и нам их должно хватить до урожая 2021 года. Потому что, к сожалению, большую часть этих овощей мы, к сожалению, получаем из Польши. Но Польша уже показала свой гонор, своё самозакрытие, самоизоляцию, свой интерес. Или второй вариант, если даже мы будем получать из Польши или из Литвы, всё-таки эти страны находятся южнее, у них урожай лучше, то цены будут очень кусаться. А так как правительство пока не понимает, что нужно оказывать финансовую помощь всем, я же сказала, что 129,5 тысяч людей, которые зарегистрировали хозяйственную деятельность, а из них только 26 тысяч с лишним относятся к категории самозанятых лиц, то есть могут претендовать на пособие по-простую, то правительству придётся решать эти меры, и нельзя допустить, чтобы это переложили на плечи самоуправления. Это то же самое, что на плечи самоуправления, а в самоуправлении нет денег, всё равно самоуправление будет просить деньги у государств. Давайте лучше уже это делаем напрямую, специальные дотации на самоуправление, чтобы было чем оказать помощь этим людям. Самое страшное, это голодные люди, голодные бунты, как показывает экономическая история, были самые страшные. И этих людей никто не остановит. Вот Вы сказали такую очень важную фразу или словосочетание реальной экономики. И мы сейчас видим, что Латвия, которая традиционно всё-таки была страной, республикой с развитой промышленностью, сейчас только начинает отдельное, я так понимаю, в лепой текстильное производство производить маски. Ну, я имею в виду эти маски для лица марлевые, но это же, в принципе, абсурд, что в Латвии не могли раньше навладить производство масок, дезинфицирующих средств. Вот это и есть, по-моему, реальная экономика. Это же не какой-то продукт, где нужна инновация, какие-то компьютерные технологии и так далее. Кабик, дело в том, что на сегодня у правительства вообще нет информации, кто чем занимается, чем бизнес зарабатывает деньги. Этой информации нет ни у кого. Даже я тут ЦСУ запрашивала, у ЦСУ даже нет распределения работников по отраслям. Да, мы не знаем, сколько, где нельзя даже спрогнозировать, сколько людей лишится работы, потому что нет распределения информации, сколько работает в сфере туризма, сколько работает в гостиничном бизнесе и так далее. То есть, им это нужно информацию специально готовить и так далее. Поэтому я и говорю, что правительство принимает решения, собирая информацию на уровне 17-18 века, то есть гадая на кофейной гуще. Если они полагаются на информацию, которую им дают различные профессиональные организации, ассоциации и так далее, то это все тоже вилами по воде писано. Нужно полностью сделать сплошной опрос, электронный опрос на основе специально разработанной анкеты через систему ЭДС, чтобы эту анкету заполнил руководитель предприятия и, соответственно, подписался с ответственностью за то, что он отвечает за данную информацию. Именно эта информация может позволить вообще принять решение, что и как делать, куда направлять деньги, где планировать кредитование. А в принципе бизнесу не нужны кредиты, бизнесу нужны гранты, нужны государственные заказы, не государственные закупки через механизмы и так далее, сегодня нужно в принципе вопрос решать, что нужно уволить минимум половину работников государственных министерств и так далее. Да, минимум. Почему? Потому что они занимаются вопросами реализации политики Евросоюза в нормативные документы Латвии, даже не в экономику, а в нормативные документы. Все, я так грубо скажу, все глупости по поводу зеленой энергии и так далее, всех этих зеленых механизмов, их нужно выкинуть, это все надуманные работки евросоюзных чиновников, которые вредят бизнесу и экономике. Да, мы сами решим, где и что выгодно, через свою систему, и все эти чиновники, получающие большущие зарплаты, в том числе за счет еврофондов, доплаты, в два-три раза больше, чем их оклады, и всех нужно гнать поганой метлой сегодня. Бизнес, бизнесу они не нужны. Нам нужны люди, которые управляют страной, только те, которые нужны и обеспечивают жизнь бизнесу. И если такие классные специалисты, вот они пусть идут и создают свой бизнес. И создают рабочие места. И они останутся без работы, если они классные специалисты. Это правда. И создают рабочие места. Евгения Зайцева у нас была на прямой связи. и большое спасибо.